святитель николай сербский таинственные притчи у одного человека было две вишни перед домом одна была злая а другая добрая когда бы он не выходил из дома они звали его и о чем-то просили злая вишня всякий раз просила разное то копай меня то побили меня то напои меня то отведи излишнюю влагу от меня то заслони меня от жаркого солнца то дай мне больше света а добрая вишня всегда повторяла одну и ту же просьбу господин мой помоги мне принести добрый урожай хозяин был одинаково милости к обеим ухаживал за ними внимательно выслушивал их просьбы и выполнял все их желания он делал то что просила и одна и другая иначе говоря злой вишни давал все что она требовала а добрый только то что считал нужным имея конечной целью прекрасный приобильный урожай и что же потом случилось злая вишня сильно разрослась стволы ветви блестели будто маслом намазанные обильная листва была темно-зеленый раскидистой как густой шатер в отличие от нее добрая вишня своим внешним видом ничего внимания не привлекала когда же пришло время урожая злая вишня уродила мелкие редкие плоды которые из-за густой листвы никак не могли дозреть а добрая принесла много-премного очень вкусных ягод стыдно стало злой вишни что она не смогла дать такого урожая как ее соседка и стала она роптать на хозяина укоряя его за это хозяин рассердился и ответил разве я в этом виноват не я ли целый год выполнял все твои желания если бы и ты думала только об урожае я бы и тебе помог принести такие же обильные плоды как у нее но ты притворялась что умнее меня который тебя посадил вот поэтому ты и осталась бесплодна горько раскаивалась злая вишня и обещала хозяину что в следующем году она будет думать только об урожае и его будет просить только об этом обо всем остальном предоставит заботиться ему самому как обещала так и сделала стала вести себя как добрая вишня и на следующий год обе вишни принесли одинаково хороший урожай а радость их как и хозяина была велика мораль этой простой притчи ясна для всех кто богу молится хозяин сада есть бог этого света а люди есть его саженцы как и всякий хозяин бог требует от своих насаждений урожая всякое дерево которое не родит добро рубят и в огонь бросают говорится в евангелии поэтому прежде всего и больше всего требуется заботиться об урожае и должно молиться хозяину богу господину жатвы о добром урожае не нужно просить господа о мелочах посмотри ведь никто не идет к земному царю чтобы попросить его какой-нибудь мелочи которую можно легко получить и в другом месте господь наш есть господь даритель говорит святой иоанн златоуст он любит когда дети его просят у него нечто великое достойное царевича а наибольший дар который бог может дать людям есть царство небесное где он сам царствует поэтому господь иисус христос велит ищите прежде всего царствие божие а остальное вам добавится и еще он велит не беспокойтесь о том что будете есть или что будете пить или во что одеваться ваш отец небесный знает что вам все это требуется и еще он говорит знает отец ваш еще прежде молитвы вашей что вам нужно и так что нужно просить у бога прежде всего что есть самое лучшее самое великое и самое бесконечное а это и будут те духовные богатства что называются одним именем царство небесное когда прежде всего об этом мы просим бога он дает вместе с этим богатством и все остальное что нам требуется на этом свете конечно не возбраняется просить бога и об остальном что нам нужно но об этом можно просить только за одно с главным сам господь учит нас молиться и о хлебе каждодневно хлеб наш насущный дашь нам днесь но эта молитва в очень наш стоит не на первом месте но только после молитвы о святом имени божием о приходе царствие небесного и о владычестве воли божией на земле как и на небе и так сначала духовные блага и только потом материальные все материальные блага из праха и господь их легко творит и легко дает дает их по милости своей даже тем кто об этом и не просит дает их и животным как и людям однако духовные блага он никогда не дает ни без воли человеческой ни без искания самые драгоценные богатства то есть духовные такие как миролюбие радость доброта милость терпение вера надежда любовь мудрость и другие бог может дать также легко как дает материальные блага но лишь тем кто возлюбит эти духовные сокровища и кто будет просить о них бога источник святитель николай сербский велимирович таинственные притчи по благословению секретаря епархиальной комиссии по религиозному образованию московской епархии благочинного клинского округа прото иерея бориса балашова